Всем здравствуйте, я Владимир Тишевский и это канал VOTIH News Tech. Сегодня я хочу распаковать iPhone 5. Спасибо магазину NIMFO, а также компании Technomir за предоставленное устройство. Ну, вы можете сказать, нафига ты его будешь распаковывать, если он фиг знает когда был представлен. Но я хочу все-таки как бы один интересный нюанс. Обратить ваше внимание на то, как упакован iPhone. И вообще, как все это происходит у компании Apple. Прежде всего, хочу сказать, что при закрытом состоянии iPhone там внутри практически не трепыхается. Но с учетом того, что это уже распакованная салфанка, может быть, вот да. То есть, сам iPhone, он и внутренности ничего там не трепыхается. В отличие от, к примеру, LXE S4, который немножечко гудит. И Xperia Z, который тоже... Слышите, да? Как все это происходит. Поэтому я хотел бы обратить внимание на этот момент. Ну, кстати, вот распаковывать одно удовольствие. Шук. И все выезжает. Весьма прикольно, да? Вот это мне действительно нравится в Apple. То, что они балуют своих покупателей всякими такими фишками, примочками. Вот. Вот это одна из прикольных примочек, которые есть у компании Apple. И прикольно то, что черная коробка к черному iPhone. То есть, это весьма впечатляет. Далее. Все настолько стильно и прикольно сделано. Ну, вот эта вот крышечка, она сделана из пластика. То есть, она не из бумаги, а из пластика. Ну, я думаю, что специально для того, чтобы она была долговечная, все-таки iPhone периодически кладут в коробку, когда перепродают там или еще что-то. Далее. Очень все привлекательно упаковано в такую как папочку. То есть, как бы, ну, знаете, как бизнес формат. Сразу же предоставляется нашему вниманию, или вашему вниманию, или моему вниманию. Ну, короче, суть не в этом. Суть в том, что клипса для того, чтобы вставить SIM-карту. Кстати, здесь Nano-SIM используется. И, как всегда, традиционно, наклеечки фирменные. Некоторая инструкция. И такую вот, тоже, да, небольшая инструкция по эксплуатации. Все в картинках, то есть, текста, ну, не так уж и много. На обратной, кстати, стороне тоже все в картинках. Да. Ну, я на этом особо акцентировать внимание не буду. Хочу сакцентировать, или акцентировать внимание на дальнейшей части. Вы видите, насколько все стильно и плотно упаковано. То есть, коробка и упаковка настолько плотно подогнаны под каждую деталь, что вот этого трепыхания, когда она закрыта, не происходит. То есть, это, ну, реально прикольно. Ну, вилка у меня английского формата. Это три штекера, или как это можно назвать. И, соответственно, кстати, для него упаковочка. И далее у нас идут AirPods. Наушники от компании Apple, которые нашумели очень сильно в революции, как бы, звучания и так далее. Вот, ну, об этом мы поговорим попозже. Суть в упаковке. И сразу же за AirPods идут вот такой Lightning кабель, кейбл. Lightning кабель, который упакован тоже весьма красивенько, тщательно. Все это замотано. Очень удобно. И вот, ну, вот такая вот, в принципе, комплектация с iPhone. То есть, ничего лишнего, как и, в принципе, у других производителей. Но вот то, что насколько это все систематизировано и сделано красиво, ну, это весьма привлекает. Вот, ну, это реально покупает человека, который ценит элегантность, который ценит дизайн, который ценит какие-то, ну, такие вещи, которые не присущи, к сожалению, другим производителям. Ну, о них, ну, вы видели то, что я показывал. То есть, ну, я считаю, что компания Apple реально в этом преуспела. И спасибо дизайнерам. В данном случае это дизайнер Джонатан Айв. Ну, молодец. Хороший ход. Будем ждать, что Джонатан Айв сделает с операционной системой, потому что очень большие надежды на операционную систему. Окей. Ну, вот немножечко я рассказал о упаковке iPhone 5. И, надеюсь, вы поняли тот цимус, который я хотел вам донести в плане упаковки, который компания Apple делает для своих клиентов. И я думаю, что вы это заценили. То есть, все настолько красиво, плотненько, удобненько и систематично. Ну, не знаю, нет таких вот слов, которые могли бы описать всю ту мощь, простоты упаковки. Блин, вот назад, видите, назад уже... А зачем все упаковывать назад, да? Если ты уже достал, все... Да, ну, я не Джонатан Айв, и я не работаю в компании Apple, и я не рекламирую Apple. То есть, я просто хотел вам показать вот эти нюансы, эти фишки, которые есть и присущи компании Apple. И я считаю, что другим производителям все-таки стоит у них поучиться. И скоро выйдет следующий iPhone. И я рассчитываю, что в следующем iPhone будет все настолько круто и классно, как вот в этом пятом iPhone. С вами был Владимир Тишевский. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео, которое я уже выпустил. Ждите видео, которое я выпущу немножечко позже. Вас ждет скоро и сравнение, и обзоры других смартфонов, таких как Galaxy S4, самые топовые флагманы, Sony Xperia Z. И, возможно, если все-таки позволит возможность, это HTC One. Поэтому подпишитесь на канал. Вот здесь подписочка. С вами был Владимир Тишевский. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok